Приветствую вас, Сергей. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Итак, нужна помощь в наших отношениях, а мы вместе уже 13 лет. Из них 4 года жената. Нам по 28 лет. Детей у нас пока ещё нет. Ну, смотрите. Во-первых, вы описываете историю, при которой вы вместе с 15 лет. Срок достаточно большой, 15 лет. Ой, 13 лет. Но с 15 лет у вас очень большой срок. И нужно понимать, что за это время люди очень сильно могут измениться. По факту, до такой срок можно стать совершенно другими людьми. Можно стать совершенно другой личностью. И то, что ваша жена говорит, это по факту следствие этого самого развития. И следствие развития, к сожалению, которое вы упустили, которое вы не заметили. Ну, не смогли увидеть, не смогли разглядеть, не смогли вовремя на это отреагировать. Почему? Вполне вероятно, что вы развиваетесь в другом плече. В том, в каком ваша жена сейчас вас не устраивает. Только подумайте, вы начали встречаться, когда были детьми, а сейчас вы уже взрослые люди. Только подумайте, что когда вы начали встречаться, вы были очень незрелыми, а сейчас вы уже практически сформировавшиеся личности. Только подумайте, сколько всего изменилось. Конечно же, ваша жена может переживать определённый кризис и может чувствовать, что она уже не та, кто любит вас, и не та, кого любите вы. Это, в принципе, вполне нормальная и естественная история. И как вам сказать, может быть ситуация сложится так, что ваша жена действительно решит, что всё, ваши отношения закончены, больше ничего не будет. Может быть ситуация развернётся так, что вашей жене кризис, и по большому счёту это пройдёт, и вы опять будете вместе. Момент здесь в том, что вы очень много всего делаете, ожидая от неё каких-то действий и обижаясь на неё за то, что она холодно это всё воспринимает. В этом очень большая проблема, потому что вы с собой жертвуете, вы в некотором смысле с собой пренебрегаете, но опять же из-за того, что действуете как-то вот себе во вред. И, на мой взгляд, в этом основная слость, что вот вам, как вы пишете, слость не обидна, потому что вы очень много всего делаете, но вы жертвуете с собой, потому что ожидаете от неё каких-то действий. Она знает, что вы делаете, сделаете это для того, чтобы вернуть её любовь, а не бросать для неё, и поэтому в том числе холодно так это воспринимают. То есть по факту своими действиями вы отношения ещё больше двигаете к завершению. Плюс ко всему есть ощущение, что вы готовы её отпустить, вы не готовы её отпустить, но если вы её любите, то желательно, чтобы вы были готовы отпустить человека. Потому что любовь-то заинтересованность в личности образца другого, и если человек может развиваться и хочет развиваться дальше без вас, вам нужно это принять. Другой вопрос, что вы не можете это сделать, если вы не можете это сделать, то это касается ваших собственных переживаний, вашего собственного страха и влияние близкого человека как раз таки на вас, на то, как его воспринимается. Да, понятно, что за 13 лет, что вы вместе, вы могли привыкнуть друг к другу, вы могли достаточно сильно привыкаться друг к другу и прикипеть, но если вы её любите, вам нужно быть готовым её отпустить в любом случае. Да, это будет достаточно тяжелое расставание, если это произойдёт. Да, вам будет крайне нелегко, но помочь пережить это может психолог. И никто знает, может быть, именно ваша нуждаемость в ней настолько сильная и напрягает вашу жену, не даёт ей расслабиться, а даёт ощущение, что она под постоянным давлением, например. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле, но мне кажется, что в том числе ситуация может быть такой, поэтому решать, конечно, вам, но, на мой взгляд, будет лучше, если вы подумаете как следует в этом направлении. Собственно говоря, вы пишите о том, что не знаете, что делать. Я буду откровенен с вами, Сергей, мы не знаем, что делать тоже, потому что мы не знаем ни вас, ни вашего жену, мы не знаем, что между вами общего, мы не знаем, что вас объединяет, мы не знаем, какие вы люди, мы не знаем, какие у вас характерологические и индивидуальные особенности, этого ничего мы не знаем. И, соответственно, чтобы дать вам рекомендации, необходимо ваши истории отношений узнать. В идеале лучше всего было бы, если бы мы проконсультировали вас обоих, если бы вы вдвоём обратились бы к психологу и поработали бы вместе. Вот. Можно было бы понять, наличие ли у вас какие-то проблемы личностные, помочь вам их решить. И тогда, кто знает, может быть проблема приобрела бы совсем иной расклад, совсем иное направление. Вот. Так я могу вам сказать. На данный момент, мне кажется, лучше будет, если вы перестанете с собой взятывать, перестанете подпитывать свою обиду, подпитывать свою обделённость, холодность и жены. Вот. И позволить ей, собственно, быть той, кем она сейчас является, а себе тем, кем она является сейчас своей. То есть, не нужно сделать ничего через силу. По факту, ваша жена оказалась в непростой для себя ситуации, и вы тоже, но вы влияете на неё своим нелучшим состоянием, тем самым ухудшаете её состояние, тем самым отдаляете её от себя, потому что в вас она видит источник, скорее, негатива, чем позитива. Ну, я не думаю, что вам это нужно, поэтому, поэтому мне кажется, что это нужно уменьшить. То есть, если вы хотите что-то для неё делать, супер, делайте, но лучше будет, если вы станете это делать исключительно свободно. То есть, исключительно так, чтобы не чувствовать какого-либо напряжения, какого-либо негатива, какого-либо разочарования, например, и так далее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok